Продолжение следует... Продолжение следует... И чтобы его смирить, он был поведен в монастырь, в котором жили братья гораздо лучше его. А из этого монастыря он ходил в пустыню молиться, в Великий Пост, и он нашел ту, которая еще лучше, чем эти монасты. Всегда есть два лучше. И для того, чтобы смирить человека, по-настоящему, по-хорошему смирить. То есть есть такое понятие смирить, это значит макнуть его там что-нибудь неприятное. Действительно по ушам надавать ему, значит, это смирить. А есть в хорошем смысле смирить. Это показать тебе того, кто лучше. Когда ты там надуешься, подумаешь, что о, ничего себе, вот это я дал. Значит, я уже такой хороший, там или хорошая. А тебя вдруг привела жизнь к таким, которым ты вообще недостойно шнурки завязываешь. Тогда ты начинаешь действительно понимать, что вот, что значит смириться. Это значит увидеть лучшего. И не обидеться от этого зрения, не возгордиться, так сказать, с обидой не уйти, и не убить этого лучшего, как Каин Авеля убил. Потому что когда ты видишь лучшее, бывает так, что ты еще и камень в руки берешь. Человеку нестерпимо смотреть на чужие успехи, если он горд. А если человек ищет доброго и смиряется перед Богом, то он находит тех, кто лучше его, ему хорошо. И он хочет при этих ногах сидеть и сверху вниз, внизу вверх смотреть на того, кто лучше, и слушать его. Как Марфа сидела при ногах Иисусовых и слушала Слово его. Так вот, Господь так смиряет добрых людей, Он не смиряет их ударами судьбы. Он смиряет их показанием того, что есть еще лестница вверх. Гордых, грешных, закорузлых в грехах людей Господь смиряет ударами. Как, например, бьет пастух палкой по ребрам какую-то наглую овцу. Для этого у пастыря есть жезл. Он говорит, там, больную исцели, заблудшую найди, жирную укроти. Это повеление пророка Иезекииля по пастырям. То есть нужно неких разгордевшихся, таких беснующихся овец в стаде, значит, нужно гулять по ребрам у них жезлом, чтобы они успокоились. Так поступает Бог с теми, кто грешит и кается не хочет. Но кто хочет высшей славы, кто хочет доброго, того Бог смиряет, показывая ему тех, кто лучше его. Так было с Зосимой, через которого мы узнали про Марию. И так было с Ануфрием. Ануфрий Великий прожил 63 года в верхней пустыне Египта. Вы представляете географию Египта? То есть Нил течет вдоль этой всей страны, орошая его, несколько раз там разливаясь и плодотворяя, заливая илом и водой эти обширные места. Там под 3-4 урожая они собирают всякого-всякого. И там это древнейшая цивилизация египетская, она цивилизация, города строились все ближе-ближе к дельте Нила, к разливу. Там, где Нил многими рукавами впадает в море средиземное. А верхний Египет, это там, где Нил только набирает силу, там, где истоки Нила. И там абсолютно мертвая пустыня. Туда, чем выше, вглубь, там все более медная земля, все более ослепительное жаркое солнце, нестерпимые условия, ни кустика, ни травки, значит, негде, так сказать, тени найти. Причем в пустыне ночью холодно, чтобы вы знали. Пустыня, потому и пустыня, что от перепадов температуры трескается всякий камень в порошок. То есть зимой, ночью холодно, днем нестерпимо жарко, от этих перепадов, как раз там, собственно, песок-то он оттуда и есть. И вот там почти нет никого. И монахи, удивительно, они уходили все выше, 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 туда, вглубь этих пустынь, и там находили себе какие-то пещеры, какие-то оазисы. Оно действительно есть и оазисы. Вот так вот идешь, идешь, такой раз, смотришь, значит, такой, а там какой-то такой островок немножко, травки какой-то, одна-две пальмы растет, какой-то журчит ручеек. Иногда это миражем кажется человеком, это реальный такой оазис. Вот они искали такие оазисы и там жили. Жили там не год и не два, а жили там по 30, 40, 50, 60 лет и так далее. Как Антоний Великий этот подвиг начал первый. Вот Ануфрий Великий прожил в пустыне 63 года. Соответственно, никакого жития как такового у него нет. Житие это когда много событий, много драматических разных приключений с человеком, много людей возле него, когда там столкновения, друзья, ученики, понимание, непонимание, выгнали, вернули. Вот это житие там, драматургия, это целый как бы рассказ или повесть. Повесть о настоящем человеке. Житие любого святого это повесть о настоящем человеке. А здесь нет как такового жития, потому что ушел и ни одна живая душа его больше не видала. Но чтобы его открыть миру, такой нашелся такой монах Пафнутий, который тоже зашел глубоко в эту пустыню и там удивился, увидав этого Ануфрия. А что с Ануфрием было удивительно? У него Господь Бог дал ему такую особую милость. У него все тело было покрыто таким как бы белым пухом, то есть такой волосяным покровом таким, как мягкий волос младенца, только белый, как седина старца. То есть он был с длиннейшей бородой, ногой, совершенно ногой, борода была чуть не до земли и весь был покрыт таким белым пухом таким, шерстью такой, значит. Она его защищала, как вот животное, они одежды не нуждаются, потому что Бог им дал естественную одежду. Им зимой не холодно, летом не жарко, так сказать. Вот такой бы покрыл его волосом таким, значит, это Ануфрия этого святого, он был такой ангел пустыни такой, он был уже переступивший за человеческую меру жизни. Он постоянно Богу молился и первые там, значит, многие, несколько десятилетий его жизни ангелы каждый день приносили ему теплый хлеб. Он когда рассказывал это Пафнутию, Пафнутий засомневался, может ли это быть такое. И потом вдруг ни с того ни с сего увидал, что теплый хлеб лежит между ними и стоит какая-то еще еда. Он говорит, вот так, поверь мне, было постоянно в моей жизни столько-то, столько-то лет. Вы знаете, что эти вещи повторяются и в наше время, и в 20 веке. Был такой преподобный Кукша одесский. Еще другие были святые исповедники, которые, например, в лагерях отсидевшие, они вот на лесоповале, тут валят лес люди. Среди них там есть и монахи, священники, некоторые очень даже и святые. И вот прилетает ворон каждый день, карр и бросает кусок хлеба, значит, монаху под ноги. Подкармливает птица человека Божьего. Он потом в монастыре рассказывает эту историю. Уже после-после-после всех этих репрессий, там уже на старости лет, монахам рассказывает. А меня в тюрьме ворон кормил в лагерях. Приносил мне регулярно кусок хлеба. И под ноги мне бросал. Да ну, батюшка, ну заливаешь такое. Тут летит ворона, значит, карр и к ним под ноги кусок хлеба. Это доказали. Это в наших дни все это. Это есть люди, которые видели это. Они живут сейчас. В Одесском монастыре, там в других монастырях. Сегодня есть люди, которые были очевидцами вот таких вот вещей. А что говорить про 4 век, там про Египет, там про этих преподобных. То действительно ангелы Божии или, значит, или животные наносят святым людям пищу. Вспомните жизнь пророка Божьего Ильи. Кто кормил Илью? Илья, значит, когда был голод на земле 3 года и 3,5 года, Илья сначала жил у бедной женщины Сидонянки, финикийской. Женщины в городе Сарепто-Сидонской. И в этой Сарепто-Сидонской у этой женщины было немножко масла и немножко муки. И когда Илья к ней пришел, то по молитвам Ильи, по Божьей милости к Илье, это масло не заканчивалось и мука тоже не заканчивалась. Этой мукой, этим маслом она питала себя и своих детей, своего сына и Илью. Это потом Илья, значит, ушел там в пустыню, значит, там его ворон кормил, приносил ему хлеб и мясо. Не только хлеб, но и мясо. Почему подчеркивается, что мясо, потому что ворона, это плотоядная птица, она мясо ест. Есть птица, которой мясо не нужно, а ворона съест все подряд. Как свинья ест все, так и ворона все ест. Она мясо, будь здорово, как ест. Она приносила покорное Богу, ворон приносил Илье мясо и хлеб. А потом, когда Илья уже уходил на гору Хариф, его ангелы кормили. Он спал, ангел толкнул его в бок, говорит, вставай, ешь и пей. Он что-то дал ему съесть и выпить. Он съел, выпил, опять лег спать. Потом опять его ангел толкает в бок, встань, ешь и пей. Он встал, опять ему что-то дал съесть, выпить. И потом Илья сорок дней шел, не останавливаясь до горы Божьей Хариф. То есть, получается, что суммарно Илью кормили люди, птицы и ангелы. То есть и ангельский мир, и человеческий мир, и животный мир. Все вместе по Божьему приказу, в свое время каждый, служили Божьему пророку Илье. То есть эти вещи в реальности есть, то есть сомневаться в них нельзя. Потому что некоторые, да, ну там ладно. Нет, не ладно. Потому что библейская история, она повторяется в истории церковной. Собственно, церковная история, это и есть библейская история. И библейская история, это и есть церковная история. Это одна и та же история. И там все, что было тогда, повторяется и сейчас. Вот Ануфрия кормили птицы, приносили ему хлеб. А кроме этого ему ангелы приносили причастие. Что очень важно, для чего он нам с вами нужен. Что он церкви Божией не видел. Он на службу не ходил. Он не видал ни литургии божественной, ни на вечерней не стоял. То есть он только молился, как знал и как умел, Богу постоянно сам. Там, в этой пустыне жарко. Но без причастия быть никому нельзя. Ни святому, ни грешному. Грешному причастие нужно для того, чтобы грехи отмыть. Потому что говорится, примите, едите, сие из тела мое, за вас ломи мое, во оставление грехов. Причастие нужно грешнику, чтобы избавиться от грехов. И причастие нужно святому, потому что святой без Бога жить не может. И святой человек с Богом соединяется, ему хорошо. Это и есть для него настоящая жизнь. То есть причастие нужно всем, и святым, и грешным, и великим, и малым, и умным, и безумным, и образованным, и неграмотным, и женщинам, и мужчинам, и людям всех возрастов. Всем нужно причастие. И когда человек ушел из мира в пустыню, а ему все равно нужно причащаться, то как ему причащаться? Господь о нем такое попечение творил, и ангелы Божии приносили ему свежую евхаристию, где-то из какого-то храма. То есть кто-то служил, они брали святые дары, свежеосвященные, новые, значит, приносили Ануфрию регулярно, и он в пустыне, как говорится, в тропаре, от рук ангельских божественного причастия наслаждался. Значит, помните, опять-таки вспомним Марию Египетскую. Это все египетские святые, и Ануфрия, и Мария, это все Египет. Значит, Мария Египетская тоже нуждалась в причащении. Когда Зосима ее повстречал, то она уже достигла такого состояния, при котором приносила молитву Богу за весь мир, и при этой молитве ее легкое тело, окрыленное такой горячей душой, оно поднималось от земли, она на локоть высоты, на полметра, на воздухе стояла, разговаривая с Господом и прося Его милости для всего мира. То есть она была уже очевидно освященная, облагодатствованная женщина, уже не женщина даже, а уже какой-то ангел во плоти. Но ей тоже нужно было причаститься. И она просила Зосиму, который был священником, чтобы он пришел к ней, помните, принес с собой частицу тела и крови Христовой. То есть и Ануфрий, и Мария, люди, достигшие величайшей высоты, нуждались в причастии. Это я говорю для того, чтобы возбудить в каждом из нас желание с любовью причащаться, и причащаться, конечно же, неосужденно. Потому что причащение бывает в суд. Для этого мы и говорим, что да не в суд и не во осуждение будут причастия святых в твоих тайн, но во исцеление души и тела и в жизнь вечную. Аминь. В одном из старых молитвословов однажды, путешествуя на приход, давно это было, лет 15 назад, я держал в руках старый молитвослов, а молитвословы с годами очень менялись. Если, допустим, случится там полистать вам молитвенники 18 века, они вообще совсем другие, совсем не такие, как у нас сейчас. Или служебники, например, по которым службу служили. Литургия та же, текст тот же, но там еще есть добавки всякие, там разные молитвы к причастию, какие-то прошения, какие-то приготовления к службе для священников, совершенно разные такие. И вот я помню однажды, по дороге на один приход, это было в Карпатское село, мы ехали на службу с епископом, и читали молитву к причастию по дороге из старого молитвослова. И там была молитва Семена Метафраста, в которой, я ее никогда больше не встречал, где Семен Метафраст говорит, сподобие мне неосужденно причащаться святых твоих тайн молитвами Ануфрия Великого и Марии Египетской. Вот я запомнил тогда, мне так зашло так в голову, и слава Богу, я это не забываю. То есть Ануфри Великий, причащавшийся в пустыне от ангельских рук и ныне с ними достойно веселящийся, он является таким, может быть, одним из людей, которые могут Богу помолиться, чтобы и мы принимали святые тайны Христовы со страхом и любовью, и неосужденно, и в жизнь вечную. Такая же и преподобная Мария, потому что она причащилась в жизни своей только два раза, перед уходом в пустыню и перед тем, как отдать душу в руки Божьи. Почему-то преподобный Ануфри очень сильно почитается в западных областях. Это нашей земли, вот западная Украина, восточная Польша. Там есть такой известный Яблачинский, в Польше есть Яблачинский православный свято-ануфриевский монастырь, в который приплыла, не скажу, правда, в каком веке, может быть, там в 15, где-то в таких краях, приплыла по реке, вверх по течению, огромная икона, как вот Георгий Победоносец, такая здоровая, приплыла икона преподобного Ануфрия. Почему Ануфрия, почему к ним, почему вверх по течению, никому неизвестно, но там она стоит, и там совершается постоянно молитва этому преподобному, и Ануфрия великий считается покровителем православия в Польше и на Западной Украине, в некоторых местах. В соборе Юровца, в главном соборе бывшем православном, сейчас в Униадском, в городе Львове, там есть такая специальная божничка такая большая, там есть такая фигура Ануфрия, такая молящегося в пустыне. Также он такой почитаемый в некоторых местах и достойно почитаемый. Кстати, у него чрезвычайно красивый акафист ему написанный, по-моему, даже монахами этого Яблачинского монастыря. В общем, будьте, так сказать, расширьте душу, примите сегодня несколько слов еще об одном святом, о котором кто-то из вас уже, может быть, слышал, а кто-то слышит, может быть, впервые в жизни. И так нужно постепенно в жизни узнавать побольше интересного и нового. Учиться нужно нескольким вещам одновременно. Учиться нужно своей профессии. Всю жизнь нужно повышать качество и квалификацию того труда, которым ты занимаешься. Или ты доктор, или ты артист, или ты слесарь, или ты, значит, художник. Совершенствоваться нужно всю жизнь в своем труде. Это обязанность каждого человека. Потом нужно учиться жить. То есть просто жить. То есть иметь в виду терпеть, общаться с людьми, детей воспитывать, дом свой строить. Значит, учиться правильно и незаметно правильно, как можно меньше греша, так сказать, жить на свете. И нужно обязательно учиться всему тому, что связано с Церковью Божией. То есть нужно изучать церковную историю, нужно изучать Божественную службу, нужно интересоваться Священным Писанием. То есть нужно накапливать сокровище духовное, которое не отнимется от человека. То есть нужно совершать труд Марфы и труд Марии. Мария, помните, сидит у ног Христовых, а Марфа бегает по дому. То есть нужно и бегать по дому, и заниматься духовными вещами. Хотя то, конечно, оно менее важно, но оно тоже нужно. То есть учиться нужно всю жизнь. Учитесь, дорогие христиане, учитесь всегда. Когда Гоголь писал в избранных местах переписки с друзьями, об этом отдельно говорит Николай Сербский. Он подчеркивает, что христианин – это вечный ученик. То есть в христианине должен жить юношеский дух. Такая некая жажда знаний, радость узнавания, желание что-нибудь новое освоить, выучить. Ну, я говорю, как хорошая хозяйка, например, имеет собственной рукой написанные рецептурные книги. То есть не купленные в магазине, хотя купленные тоже хорошо, но есть хорошие хозяйки, которые друг у друга учатся. И вот такие пухлые томовые списывают, значит, такое, как там, какие-нибудь там печенье, варенье, соленье, там, борщи, супы. Такие сами, своей рукой. За годы они превращаются в такие целые грозбухи такие. Это хорошая хозяйка. Вот такой хозяйке в гости хорошо прийти. Плохо, когда обе руки левые и ногти длинные по 7 сантиметров. Тогда, значит, она тебя на пиццу поведет, значит, в соседний подъезд, потому что сама тебе даже чаю не сварит, обожжется еще, разольет что-нибудь. Это хорошее. Вот учиться нужно, всю жизнь нужно учиться. Священнику нужно всю жизнь учиться, докторам нужно всю жизнь учиться, пилотам, летчикам нужно всю жизнь учиться. Для того, чтобы доктора лечили, пилоты поднимали и садили самолеты, чтобы никто не разбивался, а священники, чтобы доводили людей до Царства Небесного. Наша задача это идти в Царство Божие и доводить людей туда, до самых ворот. Уже пустят вас туда или не пустят, это уже не наше дело. Значит, наше дело вас довести до Царства Небесного. А там будет оттестов Петр стоять, и он там кому-то откроет дверь и кому-то закроет, кого-то примет, кого-то выгонит. Это уже там, уже дело Божие. Но мы должны вас довести до самых ворот, до ворот Царства Небесного. Или, по крайней мере, показать вам дорогу. Некоторые из вас нас обгонят. Некоторые из вас будут так быстро бежать в Царство Небесное, что мы за ними не угонимся. Мы должны вам показать правильную дорогу. Я чувствую, например, знаешь, как в горы идешь, что больше сил нет. А у тебя есть. Ну так беги, обгоняй меня. Беги быстрее меня. Это не страшно. Мне не жалко, чтобы вы все в рай вошли. То есть раньше меня, например, там, или, значит, идите, идите. Главное, что я показал вам дорогу. Вот. И вы туда вошли, и вот тогда уже это будет похвала любому священнику. Понимаете, так что? Учитесь, друзья, и да поможет вам Господь хорошему научиться, а злое забыть. У нас есть злые навыки, злые привычки, злые знания, о которых лучше бы не знать, конечно. Есть такие знания, о которых лучше бы у нас не было. А есть много такого хорошего, о чем мы пока что еще не умеем. Забери у нас, Господи, злые знания. Дай нам, Господи, хорошие навыки, хорошее умение, чтобы мы были умные, светлые, чистые, настоящие Твои дети. Аминь. Целуйте крест, слушайте благодарственные молитвы. Будьте благоприятны. Служба вечером в 6 часов.